С этой философией я ходил в спортзал 5 дней в неделю и почему-то не мог похудеть. Орешки всегда считаю, раньше просто не считаю. Это на самом деле проблема. Ты орехи берешь и закидываешь, а они там 600 калорий на 100 грамм. Это молоко употреблять нужно либо до еды, либо после еды, но не перемешать. Это самый правильный белок, и им ни в коем случае нельзя пренебрегать. Всем привет, с вами я, Филипп Захаров, канал «Усадьба 4 сезона». И сегодня видео снимем про завтрак. Но это будет не видео про то, какой у нас завтрак на «Усадьбе 4 сезона». Такое видео у нас уже есть на канале, можете посмотреть его. А мы сегодня, в принципе, рассмотрим завтрак, нужен он или не нужен. И если нужен, то какой он должен быть, из каких продуктов состоять. В том числе я своим опытом поделюсь о том, как я завтракал и почему я не мог похудеть долго. Давайте начнем. Первое, что хочется сказать, это, конечно, завтрак необходим. Хороший завтрак – это залог эффективного дня. На завтраке мы получаем всю энергию, которая нас будет в течение первой половины дня поддерживать. Наиболее эффективно, полноценно мы работаем обычно до обеда. Ну, так люди устроены. Вся лучшая работа всегда делается до обеда. И, конечно, без завтрака работать будет сложно. Поэтому завтрак, он необходим, ну, и не только в плане работы, но и для здоровья. Это даже не обсуждается. Завтрак, он совершенно необходим, но очень важно понимать, каким он должен быть и каким он не должен быть. Вот я сразу могу сказать, вот, допустим, мое такое видение, да, в принципе, завтрак – это такой прием пищи, который немножечко нас может простить, если мы нарушим. Но есть определенные там правила, которые надо соблюдать, чтобы даже если вы на завтрак что-то съедаете, там, углеводное, быстро углеводное, то это все-таки не сказалось потом впоследствии на фигуре, ну, и на здоровье. С этой философией я ходил в спортзал 5 дней в неделю и на завтрак ел все. Вот. И почему-то не мог похудеть. Секрет заключается в том, что, конечно, на завтрак можно съесть все, но вопрос, сколько ты съедаешь. Я съедал, там, мюсли, мед, орехи, блинчики, еще что-то, ну, потому что я знал, что в течение дня меня больше не ждет ничего вкусного, и вот уже на завтрак надо максимально себя напихать. Конечно, это была ошибка, потому что слишком калорийный завтрак тоже, ну, ведет в итоге, потому что калорий много за день потребляется, и если вы следите за фигурой или хотите как-то ее скорректировать, то все равно надо быть умеренным, в том числе и на завтрак. Другой вопрос, что можно себе что-то позволить, там, какую-то, ну, вкусняшку, не знаю, там, эклер, там, или еще что-то. Если психологически очень хочется, то надо понимать, что лучше съесть это на завтрак, чем на какой-то другой любой прием пищи. Завтрак должен быть сбалансированным по белкам, жирам и углеводам. Все очень просто. Вот обычная ошибка, типичная ошибка для многих людей, на завтрак не употребляются белки. То есть, в основном, это бывает, там, каша, мюсли, может быть, что-то сладкое, может быть, какие-то соки, я не знаю, круассаны, да, но нету белка. Вот белок на завтрак должен быть обязательно, классический белок на завтрак – это яйцо, куриное яйцо в том или ином виде. Ну, допустим, самое, наверное, правильное – это съесть вареное яйцо. Другой вариант, если вы прям серьезно относитесь к подсчету калорий, занимаетесь специально составлением своего рациона, то на завтрак можно из яйца исключить желток. Ну, или, например, одно яйцо съедать желтком, а несколько яиц съедать без желтка. Тогда вы в полной мере получите белок, который необходимо получить с первым приемом пищи. Белок яйца – самый лучший из усваиваемых белков, это самый правильный белок, и им ни в коем случае нельзя пренебрегать. Обязательно на завтраке надо, чтобы было яйцо. Конечно, яичница – тоже вариант, но все-таки это жареный уже продукт, поэтому тут каждый для себя сам выбирает. Я, например, съедаю вареное яйцо, и, в принципе, мне этого хватает. Мы все привыкли, что вот орехи, сухофрукты – это вроде бы как вообще не еда, это так накидал, и как будто это не калории, и можно сколько хочешь, тем более же полезные, да от них, наверное, еще и худеют, вообще замечательно. Но на самом деле все это не так. Каждый съеденный продукт имеет свою калорийность, а орехи и сухофрукты имеют очень высокую калорийность. Честно говоря, не сам придумал, я эту информацию подчеркнул раньше, но, например, тех же орехов за день можно съедать 6-8 штучек. Да, то есть это совсем мало, но, тем не менее, когда ты съедаешь мало орехов, и если их не мешать с другой пищей, то это вкусно, ты успеешь почувствовать этот вкус, и этого достаточно. То же самое касается сухофруктов. Надо понимать, что одна курага равняется одному абрикосу, да, то есть это высушенный абрикос. Соответственно, калорий в нем столько же, сколько в одном абрикосе. И вот если вы съедите 10 курагин, куражочек, 10 кураг, напишите в комментариях, как правильно сказать. Я, честно говоря, подзапутался. В общем, если съедите 10 штучек кураги. То представьте, это 10 абрикосов, но это достаточно много, это действительно много калорий. Поэтому в этот момент орехи, сухофрукты в меру, яйцо обязательно. Ну и можно себе позволить где-то, допустим, что-то там, вот я, допустим, надо вафлю какую-нибудь, там, жареную позволяю, или еще что-то. Такие вот вещи. И, конечно, обязательно нужно достаточно съесть углеводов. Это либо каша, либо, может быть, это мюсли, что-то такое злаковое. То, что нам даст энергию, это именно углеводы. Жиры мы и так доберем с любыми другими продуктами. Ну, может быть, там, сыр. Кстати, с сырами вы доберете и жиров, и белков. В принципе, вот в итоге все приходит опять к тому же, про что весь наш канал, про баланс. В том числе и завтрак должен быть сбалансированным по белкам, жирам, углеводам и калориям. Про это тоже не стоит забывать. Несмотря на то, что завтрак все прощает, тем не менее, все равно можно съесть столько, что ты будешь неэффективно потом тренироваться в спортзале или неэффективно худеть. Вроде бы предпринимается много усилий, а эффекта нет. Надо всегда задуматься, это все дело в еде. Но это отдельная тема видео, как вообще худеть, как считать рацион. Ну, если это интересно от меня узнать, да, я, в принципе, вот я здесь рассказал, похудел-похудел, я скинул там килограмм 5-6, это не так много, но тем не менее, я это сделал. Если это интересно, ставьте, пишите в комментариях, мы опять все проанализируем. И если будет востребовано, снимем отдельное видео там про составление рациона, как похудеть. Но это будет, опять же, видео, основанное на моем опыте, на моих знаниях. Сейчас ты как питаешься? Вот как я сейчас рассказал, да, сейчас я сдержанно питаюсь, да. Ну, я съедаю там вот, орешки всегда считаю, раньше просто не считаю. Это на самом деле проблема, ты орехи берешь и закидываешь, а они там 600 калорий на 100 грамм. И ты просто 100 грамм закинул, 600 калорий, а у тебя в день всего 2-300 надо съесть. Понимаешь? И все. Ты вот и 100 грамм с утра, да, ты просто все, а потом ты еще позавтракаешь дальше, потом ты еще пообедаешь, поужинаешь, и потом вечером ты еще съешь, ну, с чайком чего-нибудь вкусненькое, ну, пару курагин, и все. И вот у тебя и перебор по калориям идет всегда, постоянно. Поэтому вот эти вот из мелочей все это складывается. И тут еще такой возникает момент, и в том числе и у нас, допустим, в усадьбе, мы на шведском столе на завтраке подаем свежие фрукты. Вот свежие фрукты в завтрак, который я описал, они как бы не вписываются. И в принципе, вот даже, ну, я видел в отелях, да, раньше мне казалось, что люди просто пытаются что-то стащить, да, берут лишнее яблочко с собой, грушу с завтрака, а на самом деле это не так. На самом деле, вот груша, яблоко, там, ну, какой-то фрукт, это может быть, ну, так называемым вторым завтраком. Через несколько часов после завтрака еще время есть до обеда, и вот тогда можно и съесть фрукт. Вот это, в принципе, будет логично, и завтрак будет не перегружен, и фрукты вы все равно потребите. Это важный тоже момент, клетчатка, фрукты, это очень важно для нашего, скажем так, рациона и для здоровья. Поскольку у нас молочная ферма, у нас на завтраке всегда есть и молоко, и творог, там, сметана, сыр, масло. Вот отдельно хотел сказать про молоко. Дело в том, что молоко само по себе является как бы едой, это не питье, это еда. И, например, что-то кушать и запивать молоком, это не очень хороший вариант. Вот молоко употреблять нужно либо до еды, либо после еды, но не перемешивать, потому что это помешает пищеварению. Но про молоко это очень большая тема, и она такая очень спорная, скажем так. Поэтому мы в будущем снимем отдельное видео именно про молоко, про вред, про пользу, кому можно, кому нельзя, какое молоко лучше, магазинное или фермерское, или, может быть, от какого животного, козье, коровье. Это мы вот отдельный обзор по молоку сделаем. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить будущие выпуски, мы поделимся полезной и нужной информацией. Я надеюсь, вам было сегодня интересно, если понравилось, ставьте лайк этому видео. Ну, а я с вами прощаюсь. С вами был сегодня Филипп Захаров, канал Усадьба 4 сезона. Всем пока, до новых встреч!